get fun на связи время постоянной рубрики пятничный стол заказов war thunder только из-за того что заказа набравшего большого количества лайков под прошлым видео не оказалось я решил выбрать тему сам сегодня мы поговорим про лучшие резервные эсминцы на которых знакомиться с большим флотом будет наиболее комфортно и интересно в этом видео расскажу про три хороших варианта расскажу ключевые аргументы в пользу выбора именно этих кораблей и покажу их в бою но для начала прошу поражать лайк если тема кажется интересной актуальной или можете написать в комментариях свою тему для будущего видео если вам кажется что у вас есть идея получше моей кто знает возможно именно она и наберет лайки ну а мы начнем с немецкого леопарда 1924 как мне кажется замечательная машина для развлечения в песке и набивание себе первых шишек не знаю как вас но лично меня подкупает немецкая 128 миллиметровая артиллерия главного калибра имея перезарядку 18 выстрел в минуту эсминец несмотря на малый вес залпы является одним из страшнейших кораблей по дпм если сравнивать с резервом то такой перезарядки вы не получите больше ни у кого перезарядка тут и настолько быстрая что в какой-то момент она может стать даже вашей проблемой боезапас сравнительно малый 300 выстрелов и расстрелять его реально стоит влипнуть в хорошую переделку как половина снарядов может уже и не оказаться благо резерв выходит в бой бесплатно потому можем позволить себе дерзкие и резкие тактические маневры за них кстати вас будут наказывать часто ведь у немца небольшой экипаж и в целом я бы сказал сравнительно слабая живучесть при условии что противник по нам попадает но опять же все это нюансы с которыми жить можно может быть недолго но ярко вернемся лучше обратно к главному плюсу из-за которого корабль в общем-то и попал в этот топ артиллерия помимо скоростренности что само по себе хорошо я бы еще и отметил боезапас этого эсминца на выбор есть три вида снарядов фугасы и фугасы с донным взрывателем и авиаснаряды последний кстати из-за малого боезапаса предпочитал не брать по крайней мере в первые выходы в бой так это точно но два остальных типа боеприпаса весьма приятно стоковые фугасы радует большим запасом взрывчатки 2 кило что близ лидерский показатель который в сумме скоростренностью дает шикарный потенциал в выбивании экипажа из противника а фугасы с доном взрывателем имеют отличный пробой как это работает видно уже в порту в то время как фугасы по эсминцам дают скорее поверхностный урон фугасы с доном взрывателем устремляются вглубь и хоть и в порту не особо видна разница но поверьте вы ощутите ее в бою обратите внимание на криты и взрывы на вражеских кораблях спасибо дон нам взрывателем при этом взрывчатки тут тоже достаточно кило 400 и это тот самый козырь который дает нам выигрывать даже находясь в меньшинстве просто нанося удары по наиболее критичным зонам до новичок возможно это тем сразу не воспользуется но набив немного руку уверен вы оцените этот козырь также на этом эсминце есть хоть какое-то по 20 миллиметровки не назвать идеальными но если сравнивать с муцуки или фрунзе то окажется что по вот у даже можно похвалить также как и торпеды которые без альтернативного хода имеет уже достаточно неплохую дальность хода 6 километров и скорость 44 узла для сражения в песке вполне достаточно рекомендую не ставить альтернативный ход в итоге живучесть я бы оценил где-то балла на 3 по вот тоже 3 балла из 5 подвижность 4 балла из 5 ну а артиллерия получает сразу 5 баллов рекомендация попробовать этот эсминец для наиболее удобного настрела по одноклассникам второй интересный корабль для раскрытия для себя резерва большого флота это советский эсминец фрунзе в сравнению с лео благодаря чуть более низкому боевому рейтингу фрунзе чаще может заставить вас почувствовать старшеклассником на детской площадке закидывая в сражение против малого флота не то чтобы это было постоянно так но с фрунзе мне такие сражения выпадали чаще чем было с немцем только сейчас не подумайте что с малышами становится играть ну крайне просто нет халявой их назвать нельзя их много они небольшие вертки и порой доставляющие множество неудобств в том числе благодаря своим торпедам но все это будет компенсироваться тем что каждое наше попадание для них практически катастрофа или мощный крит всего и сразу или противник сразу идет в порт фрунзе на фоне других эсминцев резерва может отличиться за счет неплохого веса залпа сразу четыре орудия со скоростейностью 12 выстрел в минуту то есть если мы развернем борт и начнем без остановки заливать противников то за минуту выпустим снарядов где-то со 101 килограммом взрывчатки это лишь немного меньше чем делает немецкий лео потому такой дпм я считаю что смертелен даже по эсминцам противника с одним небольшим исключением в том что у фрунзе нет никаких снарядов для нанесения урона по внутренним модулям вообще что меня впечатляет так это то что советские инженеры смогли сделать 102 миллиметровый снаряд с измеримым по урону со 128 миллиметровым клемпсон это он недостижимо отстают по силе залпов том числе и из-за слабых снарядов в общем очень важная особенность скорострельные стволы и мощный залп практически идеал да нет так как на практике стрелять всем бортом будет сложно или очень опасно ведь углы очень неудачные отчасти такую необходимость рисковать компенсирует многочисленный экипаж потому уж совсем быстро потерять фрунзе не получится тем не менее считаю этот недостаток важным чтобы озвучить его видео также в корабле есть практически бесполезные особенности такие как многочисленные торпеды в базе они идут слишком мало а вот с альтернативным ходом слишком медленно чтобы считать их достойным оружием реализовать их в бою будет сложно и потому данный плюс не считаю таким уж сильным 9 практически бесполезных торпед даже скажу иначе в некоторых случаях это может стать даже недостатком если сброшенный боеприпас авиации заставить детонировать у нас на палубе все подряд ну а главный недостаток отчасти я уже называл пво тут просто швах какое плохое основная угроза для авиации 45 миллиметровое орудие на корме но я замечу что углы защиты у него неудобный о чем стоит помнить во время маневров ну а также тут есть пулеметы 12 и 7 они конечно есть но употеться можно сбивать ими самолет как итог я дал боесминцу достойную оценку живучести 5 баллов с минусом по водам 2 балла чем дольше идет бой тем менее безопасно я себя чувствую на фрунзе подвижность удовлетворительная на троечку с плюсом артиллерии дам только 4 балла балл снимаю за выбор расположения орудия в игровых реалиях мне кажется неудобно ну а прежде чем я перейду к третьему достойному кораблю в этом топе давайте потратим кроху времени эсминцам с которых я бы вряд ли рекомендовал знакомиться с большим флотом 1 британский тау очень странный и медленный корабль отвратительная мощь артиллерии состоящий всего-то из одного 102 миллиметрового орудия очень медленный и потому играть на нем физически больно хотя есть многочисленная пмк дойдет до противника может быть и догрызет муцуки тоже бы не рекомендовал к прокачке первым и я понимаю ваше желание насладиться лонглэнсами но поверьте в песке нет толку о длинных торпед хотя и торпеды тут конечно и длинные и очень мощные но из-за того что основной плюс корабля не котируется в условиях сражения то получается что мы остаемся один на один с минусами а тут их много пво и пмк практически нет даже катер выпилить замучаешься вся надежда на гк но скорострельность 120 миллиметровых муцуки ниже чем у фрунзы а значимого превосходства в живучести или снарядах нет потому увы тоже не удовлетворительно хотя справедливости ради замечу что японцу совсем немного не хватило для того чтобы оказаться в этом топе ну а клемпсон у меня сейчас просто производит впечатление ни рыба ни мясо я даже не знаю за что его похвалить он просто не дотягивает не по одной значимой для меня характеристики для этого топа хотя может быть вы поправите меня в комментариях ну а я же сейчас закончу видос итальянской турбиной воу 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 не стоит сейчас обзываться да корабль специфичный но все же достаточно неплох для резерва начнутся артиллерии которая тут в отличие от предшественников не кажется хорошей 4 120 имеют пожалуй худшую скоростейность в резерве всего-то 7 выстрелов но за счет более мощных фугасов по взрывчатке дпм у эсминца только лишь на треть от отстаёт от фрунзы зато в отличие от советского эсминца я замечу что тут есть и углы наводки и очень быстрые башни с которыми вести динамичный бой намного приятней вы возможно сейчас спросите миша ну а как же компенсировать все подвижными башнями и углами отставание по дпм ведь в дуэлях скорее всего точно победит тот у кого дпм будет выше ну тут есть некоторые нюансы чтобы приблизиться к эффективности клеу или фрунза нам необходимо просто отказаться от стоячей тактики где все снаряды противника скорее всего по нам попадут это конечно архи сложно для новичка учитывая что упреждение при стрельбе по противнику необходимо рассчитывать в том числе исходя из своих же маневров тем не менее благодаря топовой подвижности турбина в маневре является очень сложной целью и вполне вероятно если вы сможете долго играть в маневр то ваши противники в какой-то момент запотеются по вам стрелять и переключат внимание на ваших союзников и вот это подарит нам безопасность хотя бы на некоторое время в итоге получится что свою результативности мы повысим избеганием из-под удара противника ну а дополнительно отмечу наличие скорострельных 40 миллиметровых орудий которые прекрасно справляются с авиацией и катерами если вдруг те или другие вдруг окажутся конечно рядом и не поймите меня сейчас неправильно эти орудия не являются гарантированной защиты от самолетов но в сравнению с другим резервом пмк тут достаточно весьма серьезная штука торпеды ну наверное как на фрунзе сомнительная ценность концентрировать на них свое внимание я бы не стал если бы после захвата не было бы так удобно на отступление закидывать 4 километровыми рыбками наступающих противника тут кстати опять же косвенно хочу похвалить скорость этого корабля за счет которой мы и можем захватить точки раньше других и подходим к ключевым этапам маршрута быстрее чем наши союзники что может оказаться тактическим преимуществом в итоге к оценкам живучесть 5 баллов но конечно вкупе со скоростью если будем стоять на месте то даже 3 баллов наверное будет многовато высокая подвижность и большой экипаж дают возможность шикарно жить на дистанции пво сразу 4 балла подвижность 5 баллов а вот артиллерии дам только 3 балла за счет скорострельности фух на этом все жмите лайк за выбор темы и за формат пишите если вам все понравилось а если нет то тоже напишите что конкретно не понравилось и если вдруг придется повторить такое сравнительное видео я буду знать как это сделать лучше ну и не забывайте оставлять заказы в комментариях чтобы через неделю мы посмотрели какой-нибудь очень актуальный и интересный обзор вар тандер на этом точно все успехов в рандоме и до связи пока пока